Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Да благословит нас Господь! Меня просят прокомментировать выступление, началось с Невзорова Александра Глебовича, но тут пришлось еще и по другим роликам пройтись. Вот у меня под 12 номером он ведет занятия или как уроки, да это уроки атеизма. У меня называется «Во свете Библии открытым оком». Здесь он говорит «Невзоров и монах, и конец света, кто такой монах? Я сегодня еще потратил время больше часа, на второй раз просмотрел, все законспектировал, я тут малую часть даю, полностью. Я не нашел этого. Я бывший православный, я не понял, куда он другой патриархат перешел, кто он такой человек сидел, что, но вопросы задавал хорошие. И я не знаю, где этот материал дальше, церковники его как будут, наверное, через интернет будут смотреть. Вопросы были некоторые неожиданно. Видно, что он опасался, может быть, поставить в неловкое положение Александра Глебовича, а потом он дал им возможность все это сейчас сфотографировать, там все эти его статуи, ну другие вещи какие есть, манекены, макеты там все, ну хорошее такое. Но ответы Невзорова я сейчас прокомментирую, потому что ответы давал-то не монах этот. Я так и не узнал, кто такой монах. Но видно, что писание для него никакой роли не играет. То есть это обыкновенный, такой может быть номенклатурный монах, как и все, которые нас окружают. Все вопросы были, которые спасения не касаются. Я заметил, что вот здесь Невзоров, вот только в одном этом ролике 4 раза закурил раб, наркоман, самый настоящий наркоман, это наркотик. Это всем известно. И он уже не может без этого наркотика, может быть и другие принимают, я не знаю, да избавит его Господь, я о Невзорове говорю. 4 раза во время передачи, когда знает, что она снимается для всего света, и даже тут он не может утерпеть. Ну что, непонятно-то. Что-то ты не знаешь, Александр Гребович, ну сам-то себя ты познавай маленько. Если ты такой сильный, знаешь, что безнаказанный будешь, восстаешь на других. А если бы я знал сейчас, вот мусульман-то ты не выступаешь? Не выступаешь, не критикуешь, а вот сущность, говори это на Мохаммеда, ничего не останется от вас. И вы это все вымерили, знаете, вы так говорите, я говорю так, чтобы ни за что меня не могли засыпить-то. Ну так тогда вы и вообще никто. Не надо бояться властей. Надо говорить правду. И она, власть в нем нуждается. Власть всегда ищет людей, которые подсказали бы ей, когда нужно. Да, кое-кто претерпит. Вот я считаю, может быть, один из самых смелых людей, это Валерия Новодворская. Она все говорит. Все, что слышит. То и говорит Глеб Якунин, который может у вас и во врагах находится. Это люди, которые говорят открытым текстом все. Зоя Крахматникова была, Зоя Александровна. Вас спрашивают, какой авторитет вашей передачи. Ну вот, слетается, кто ищет глоток воздуха, глоток кислорода, трутся друг от друга. Глоток воздуха, глоток кислорода. Ну, это ваше мнение. Ну, вы так оценили. Я на это смотрю, как это глоток ядовитого зелия, которое горит, и дым идет из-под котла, и люди в этом глотают. Никто лучше не делается. Вот в чем дело. А оздоровление никому не приносит. У меня вышел вчера или позавчера один и говорит, ну, я специально пришел там протролить против вас. И, но прослушал, я беру слова и свои слова назад. Вы вот здесь комментируете, я не верующий, но я вижу, вы нормальные люди. То есть, он увидел в моем ответе не вражду против Невзорова. Нет. Я говорю, повторяю, почему он не враг? Потому что я молюсь за ним. Вот какая причина. Поминая его перед Богом, чтобы Бог просветил ему разум, чтобы пробудил его совесть сожженную. Сожженную совесть. Там совсем совести нет. Но, однако, ее там даже, как проблески, больше бывают, чем и священников. Недоказуемо все выдвигать против всех, и апостолов, и Христа, и всех поносить. Но я даже не знаю, я, кажется, атеистов таких до сегодняшнего дня и не встречал. Встречался с лекторами знания, может было беседовать, что-то приводить. Здесь ничего. А вы мне не приводите. Он как огня боится даже намека на это. Вы мне это не говорите, я знаю, не надо. Это страх. У меня было такое. В одну библиотеку заходим. Но я не знал, но обязательно или библиотека Карла Маркса, или что-то связанное с какими-то именами. И что-то там какая-то нечистая сила. Только я зашел в библиотеку, не какую-то, а краевую. Одна из библиотек, все подошли, заулыбались. Одна сразу глаза такие отшатнулась. Не подходите, не подходите. Я стал говорить. Нам нужен директор. Не говорите, меня жжет это все. Не говорите. Она бесноватая. Я посмотрел, как вы разговариваете здесь. Это прям копия этого. Только из священного писания ничего не говорите. Как это так? Я переписываюсь с мусульманами. Они целые пакеты мне из Корана выписывают. Я им из Библии. У меня прекрасные с ними отношения. Почему так боитесь-то? Это демон боится. Не вы боитесь. И поэтому то, что я говорю, это не против вас. Не против, а за вас. Так бояться Слово Божие. Истину никто не знает. Истины окончательного знания не существует. Существует. Две тысячи лет по планете кочует. Евангелие от Иоанна 14,6. Иисус сказал ему, Я есмь путь и истина, и жизнь. Истина в конечной инстанции. Не одна из истин, не один из путей, а окончательный. Господь говорит, какую неправду во мне нашли отцы ваши. Какую? Безнасилия над собой, подыскостью под Христа никто не посмеет. Да, могут они называть. Я знаю, шульха наружу, что может сказать. Но ничего не подтвержденное. Неподтвержденное. Ну, говорят, что вам там поп нахамил, вы вроде не очень-то. Да, они хамят. Притом хамят безбожно. Вы десятой доли не пострадали от священников, сколько я. Притом я везде абсолютно. Где бы ни был. Мне говорят, местный епископ, вот он выступает, ни одного эпирхального собрания нет, чтобы мной он не начал и мной не закончил. Это мне говорит священник, который только оттуда вышел. Они не знают Писания. Услышав однажды наше слово, он говорит, священник вышел, и не тот, а благочинный, Алтайского края Войтович. Прям проповедью к народу. Знаете, у нас люди появились, которые говорят, жить надо по духу. Да кто ж когда по духу жил? Он в Алтай зашел, а там два священника к нам расположены. Они ему говорят, отец Николай, так это же написано у апостола Павла Галатом. Как написано? Ну, написано, вы не по плоти живете, а по духу. Ну, да вы что? Так теперь эти златоустовцы на нас накляузничают. Он боится, что скажут. А другой еще лучше сказал, у нас люди появились, которые призывают жить по Евангелию. Да кто ж когда жил по Евангелию? Это еретики, только сектанты так говорят. А это православные люди. Священники во многом не просто не знают Евангелия, они враги Евангелия. Вот на что надо обратить внимание. И то, что через Невзорова Бог тревожит, вплоть до патриарха всех, это очень хорошо. Только плохо ему, в первую очередь, чтобы он не погиб. Выполнув свою роль, чтобы он не остался за забором. Помолитесь за него. Я просто зову вас к этому. Ну, а чтобы доказать, нужно где-то о раскопках пуделя. Мне интересно, стриженого, как его достанешь, стриженого-то? Значит, так и останешься безбожником. В служениях рукозора, все на соглядатых, и показывает только одну, выше другого степень злодности. Вот так. И раскапывать вы не будете. Там в анабиозе и все гнилье. Я ничего опровергать не буду, потому что я говорю те же самые слова. Русское православие, последствия его ужасны. Тоже согласен. И если кто-то будет, ну, не согласен, напишите мне. Зайдите в интернет, в мейл.ру. Я Игнатий Лапкин один под таким именем. У меня ни ника нет, ничего. Это просто мои фамилии, имя. И я вам покажу по истории. Это чудовищное общество. Что Берия и Сталин, это малые дети в сравнении с тем, что будет, если православие захватит власть. Опровергать не берусь. Молчу. Теперь даже дополнительный набор, объявляет семинарию. Вот. Кто они такие? Я уже говорил о том, что это волчатник. Семинария, это волчатник. Они из добрых людей преступников там делают. Мы это встречались и не один раз. И я это высказал местному архиерею, епископу Максиму Алтайскому, Барнаульскому, Дмитриеву. Каких злодеев вы выращиваете? Узнали, что мы строим православную деревню. Из другого города нам передают. Выступает иеромонах. Да что вы смотрите? Они всех нас смущают. Пойти разгромить и сжечь их надо. Призовы. Но это уже не просто экстремистские, это преступные. И при том, это было неоднократно. Но Бог милует. Они ничего не могут доказать, кроме безумия. Сеющий ветер пожнет бурю. Это где-то близко и близко. Я священникам всегда говорю, если вы не опамятуетесь, будете так же действовать, Бог выжжет вас, не убьет, что-то выжжет, чтобы даже места не осталось, где вы сегодня были. Сколько их людей погубили, не говоря им об Евангелии. Когда беседую я с сектантами, а это 50 лет, то люди, бывшие православие, не говорят, я был православный. Говорят, я когда был неверующий, ходил в православную церковь. Неверующий. Лежит больной, один там сломал шею при прыжке, крепкий мужчина. Я говорю, а как вы оказались вот у баптистов? Ну как? Я пришел в церковь, стоит поп, читает Ивана, Марию, Дарью, Сватью. Я конца края не могу дождать. А что это такое было? Это имена, поминальник-то. Я вышел на столбец, смотрю, объявляется собрание, дадут Библию. Я жене говорю, пойдем. Она говорит, Володя, да не надо, это какие-то еретики, сектанты. Ну я пошел. И в этот день я покаялся, как Юрий Богачев. Видите как? Я рассказывал это уже, как одна бабушка мне пишет письмо, ей 84 года, инвалид второй группы из Белоруссии. Она теперь иеговистка. И она мне подробно пишет. В одном письме, кажется, 72 ссылки на Библию сделала. Я так любила Библию. Я к батюшке не один раз подходила. Батюшка. Вот как это понимать? Он каждый раз ей говорит, там, как ее зовут, она догадывается. Зачем тебе это? Ну ты ходишь в церковь, хожу, ну причащаешься, причащаешься. Чаще исповедуешься, чаще причащаешься. Это главная проповедь. А у старообрядцев проповедь одна. Ты еретик, переходи к нам. Все. Ты еретик, переходи к нам. Вот и все. Мне мешают у часы. Я говорю это. Так, прошу прощения. Я сейчас отойду, скажу, чтобы не... Перезвонить позже, я записываюсь. Так. Простите меня, пожалуйста. Дальше. Приходят некоторые молодые люди, и вот это говорит, как бы бывший православный, и они стоят в храме и стараются понять, что поет хор, и что в алтаре говорит священник. Это серьезно, что ли? И они еще стараются понять. Да зачем же ему это понимать? Попы зашифровали это не для того, чтобы понимать, а для того, чтобы не понимали. И те, которые борются за русский язык, как Георгий Кочетков, они как враги объявляются. Самое доброе, что нам дали святые отцы и другие, это переводчики священного писания. Кто не знает, напомню, вот у нас Матфея Евангелия, Псалтырь на русском языке, это перевел профессор Павский, Герасим Петрович. А кто он такой? Это воспитатель царских детей. Какой? Он писал учебники для еврейских школ. Когда я спросил, не кого-то, ну, Хворьстон, там, Данила Аврамович, беседуя с Александром Менем, я говорю, а вы, вот, знаете, работаете с оригиналом еврейского языка, вы могли бы перевести? Он говорит, да вы что? Это совсем другое. Я говорю, никогда. А сегодня любой берется, новые какие-то переводы и прочее. Вот каких Бог дал нам перевозчиков, чтобы на родном языке мы могли читать. Это сокровище. И перевели только в 1876 году. И когда Невзоров говорит, что была одна темень, ну, об овшахах он хватил лишнего, он их не видел в шее. У русских всегда были бани. А то просто вот он все время его перехлёстывает, это ненависть, злоба в нем. Русские люди не знали Библии, ее не было. И вот это горе и страдания. Я долгое время не мог узнать, ну, почему они противились. Если я, наконец, нашел ответ. Нашел ответ не у кого-то, а у архиереев. У филаретов этих. Они говорят, а они предупреждали, старе, если народ будет читать Евангелие, в стране будет революция. В этом тоже смысл. То есть люди увидят, что их тысячи лет обманывали, людей ложным путем. Значит, нужно смести немедленно это все. В лютеране пойти куда угодно. Лишь бы не было этих, которых уже мракобесами стали называть. Вы вдумайтесь во все это. Да эти слова-то на суде Божьем где-то они проявятся, в конце концов. Да Невзоров-то как раз об этом и говорит. По-определенному. О чем говорит здесь. Так. Ну, а Невзоров тут что? Бывает ложная беременность. Вот показывает свою тут зажигалку. Ну, вообще-то, конечно, может быть так. Некоторые так и понимали бы. Но в вере-то не так. В вере полное мое доверие. А я дальше могу все это усваивать и проверять. Усваиваю. Я в своей жизни, скажу, у меня нет никакого религиозного образования, кроме строительного техникума. И мореходное училище, высшее рижское мореходное училище, из которого пришлось мне уйти по религиозным убеждениям. Вот. И никакого образования. Я самостоятельно учился полвека. Непрерывно, постоянно. У меня вся баптистская литература, иеговистская, католическая. У меня абсолютно все есть. Я смотрю, сравниваю на разных языках Библию, считаю, сравниваю и вижу, что, ну, все об одном говорится. Об одном. Я православный. Ну, для меня лучше, целомудреннее, чище, обширнее православия ничего нет. Полнее его. Но я не говорю, что здесь все. Но в сравнении с тем, что я знаю. Я никогда не спорю с католиками. Никогда. С сектантом мы только возвещаем истину. Один раз сказал, он не понял. После первого-второго разумления написано, отвращайся, еретика. И все на этом. У меня просто нет врагов. Он после этого звонит, приходит, я ему даю книгу. Я не имею права тебе больше двух-трех раз говорить. И ни с кем никогда не спорю. У меня есть кто не согласен. Не согласен, я другой материал могу тебе дать. Но разговаривать уже не буду на эту тему. Я только комментирую вот это место. Ну вот хорошо сказали, что центр реабилитации, ну и ничего там у них не меняется. Я это всегда знал. Наркоманы эти, они обращаются, по-настоящему перестают пить. Это у сектантов, которые работают с Евангелием в руках. У православных этого нет. И поэтому они ждут только момента вырваться и свое дело сделать. Здесь один из священников их принял. Ну хорошо у него было. Какое-то время шубу он им купил. Но вот один еще освободился. Они, видимо, связь держали и пришел. Они перепились, полушубки свои тут же пропили и попасть чуть не задавили. А у другого разбили окна, залезли. Сектанты здесь работали с одними, тоже освободившимися. Ну их пресвитер рассказывает, адвентисты седьмого дня. Они к нему залезли, оборовали, открутили газ и утюг подложили под подушку и ушли, чтобы после них взорвало комнату. Я 17 лет работал в тюрьме и ни один у меня не обратился. Ни один. Но начальство давало каждый год благодарность, что ни одного захвата заложников и умягчения нравов. Только и всего. У нас очень строго подход даже на свободе, несудимый. Бывает от 3 до 5 лет мы проводим катехизацию. Около 500 академических часов. Даже во сне не видали сегодняшние священники этого. Ну вот то, что нападает тут, поминает про Чаплина. Это он просто дает им драгоценность. Это правильно тоже. Вот. Путин боится без МП. Не могу я так сказать, но в мысли такие приходят. Он не знает, на кого опереться. У Путина очень много заслуг, что еще на один год государство это не развалилось. Его некому не защищать. Я попутно хочу сказать немножко. Потому что Путина клеймят со всех сторон больше, чем патриарха. И предателей там, и фашистам, и как только нет. Это не так. Я не сторонник Путина, повторяю. Не сторонник патриарха. Просто я хочу сказать во свете Библии. Если человек любит Бога, он патриот. Бога любит. Патриоты только верующие. Он за небесное отечество патр. А земное это червивый котелок, как Шолохов говорит. И за версту воняет патриотизмом. А почему так? Ну, сначала один раз только высушить надо. Господь уже положил за грехи еврейского народа. Страна будет разорена. Город Русалим сожжен. И они все пойдут в плен. Вавилон. Патриоты не согласны. И только один человек говорил, откройте ворота и впустите. Ну попробуйте. Кто-то сказал бы, впустите Гитлера в Москву. Ну что бы с ним было-то? Точно так поступили с порохом Иеремией. Но он говорит, зальете страну кровью, но пойдете в плен. Вот то же самое. Если Путину Бог открыл, что это Россия исчезает навсегда, то он делает очень доброе дело. Разлагает военные вооруженные силы, вводит войска, допустим, НАТО и меньше мыть крови. Потому что конечный результат известен. Страна исчезает. Сейчас стоит страна Япония, Китай, Турция. Поднимаются в один день, сжигают Москву. Но блудница сгорела и все. Тут еще надо смотреть, имеет ли он откровение. Если он имеет такое откровение, а он был у Иоанна Крестьянкина, то Путина проклинать не надо. Он делает правильно. Подготавливает дороги для переселения туда, на Дальний Восток. Нынче я был в Находке, во Владивостоке, путинская дорога называют. Тут все по-другому надо смотреть. Во свете Библии, открытым оком. А не то, что он элитное счастье разложил. Некому будет сопротивляться. Еврейскому народу было сказано, пойдете, там смуту не наводите в Вавилоне. Живите, выдавайте дочерей замуж своих, насаждайте виноградники. Пройдет 72 года и вернетесь. Они вернулись домой. Мы не знаем, сколько у России будет этот плен. Но чтобы русский народ восстал заново, такого чуда вряд ли будет. Зато и еврейский, богоизбранный народ мог это сделать. Потому что это закваска мира, и Бог ее сохраняет. Тут перечислять многое, посмотрел. Так. Вот расстрел Белого дома, что попы были во весь рост. Зачем это? Зачем они там были? И Невзоров здесь прав. Да, правильно, в Чечню бывает кто-то перекрестится, тут у него иконка, и тут же Джексон, Майкл. То есть, перед смертью человек за что угодно сцепляется. Ему разницы никакой нет. Он и Кашпировского поцелует в одно место. Понимаете, надо смотреть по большой шкале. Отдано сердце Богу или нет. Господь говорит, сын мой, отдай мне сердце твое. А какой-то духовности. Слово духовности, это Горбачевское слово. Он его придумал. В Библии есть духовный человек и телесный. Тут непонятно, какого Григория они поминали. Где он? Вообще непонятно. Хотя бы раз сказали. Церковь перестает быть церковью, если она негонима и не верит в гонение. Да, это так. Есть такое изречение. Кровь христиан, есть семя христианства. Кровь христиан. Ну, так выразиться определенно. Нужна кровь, церковь помирает. У ней нет гонения. Это времена Деки, 249-251 год новой эры. Христиане обмерщились, ослабели. И вдруг император устраивает страшное гонение. При нем вера, надежда, любовь казнены были. Церковь обновилась в течение двух лет. А третий год он был убит. Был уже убит. Так и здесь. О том, что Россией предназначено другое особый народ. Святая Русь. Никогда Святой Руси не было. Это обман. Была действительно темная, необразованная Русь. Они приходили и стояли. Как пишет об этом уж не кто-то, а Белинский. Для русских людей разницы нет, говорит. Икона висит или кринку закрывать. Одной рукой крестится, другой, говорит, задницу чешет. А вообще ничего не знает даже сегодня. Об этом говорит не кто-то, отец Дмитрий Смирнов. Расспрашиваю людей, для чего крестят. Я делаю такой эксперимент. 50 человек. Давайте несколько человек будем спрашивать, кто крещение принимал. Ни один не сказал, для чего принимал крещение. Ну, бабка не хочет его шептать, лечить. У другого еще что-то. Теща не хочет водиться с ехрестем. То есть, это даже не на бытовом уровне, а как говорит отец Петр Мещеринов, на лубочном уровне. Самое настоящее шаманство. Неприкрытый белый магизм. И поэтому, вот то, что тут, это, не о неверии, он говорит, с монахом. Очень большой ролик. Не каждый его до конца досмотрит. Но смысла очень много. И смысл в том, что мы не те, и мы виновны в том, что случилось, что народ отходит от церкви. А ей это и не надо. Вот мы, когда еще тут не было регистрации, мы заходили, священники, которые с нами близкие, ходили по лесу, мы каждое воскресенье гуляли. Ну и говорили, ну допустим, мы тут хотели храм получить, Никольский. Хорошо, что нам его не дали. Что бы мы сделали? Вот я посмотрю, в храм зайду, туда-сюда народ. Вот, ну единственное, что я могу сделать, это люди, когда выйдут, выбыть и на замок закрыть. Все. Больше ничего нельзя сделать. И начинать людей просвещать во дворе. Ну и через месяц, примерно, по одному человеку замок убрать, а цепь поставить. Если будут молодые ребята, поставить в дверях, чтобы никто не прорвался. И в течение года народу будет больше, чем было, не одни бабушки. Церковь должна пережить духовное рождение. У нас абсолютно неправильный вход в церковь. Родился священник, его ладошкой мокрой хлопал, все, чадо церковное. Это обман. Да избавит Господь нас от всякой лжи. Ибо дьявол есть лжесть, а Христос есть истина. Аллилуйя, 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 аминь.